Доброе утро всем моим подписчикам и всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Наташа, и я люблю вышивать и рукодельничать. Сегодня 9 мая, и я хочу поделиться своими небольшими продвижениями по иконе Тея Гувернёр. Вот Тея Гувернёр. Вот такой результат у меня должен получиться. Я это повторяю и показываю в каждом видео, так как просмотра на моём канале мало, и я думаю, что мало кто видел мои предыдущие видео. Так, что у меня по работе? Посмотрите, как выглядит всё на сегодняшний день. У меня уже есть маленький Иисус. Его лицо, плечо, и начинает вырисовываться лик Богородицы. По-моему, получается лучше, чем на превью. Посмотрите на лик Иисуса в работе и на превью. По-моему, получилось лучше. Вышивать мне местами очень трудно, особенно в той стороне, куда смотрит Иисус. Здесь очень-очень намешано разных металликов, и они сливаются в глазах, и тяжело найти, где нужно вышивать. Но я как-то приспосабливаюсь и продвигаюсь вверх. Ну, вот такой у меня результат на сегодня. Очень хочу вышить побыстрее её. Вот. Особенно красиво переливается на цвету, на любом цвету. Я здесь уже сделала бэк, там, где ему нужно быть. Немножко потерялась, но потом разобралась, что к чему, каким цветом его вышивать. И, по-моему, теперь всё нормально. Так. Ну, это было моё... Это было моё маленькое включение. И размер видео будет совсем небольшой, потому что я нахожусь в Харкове. Монтировать мне не на чем. И я буду сбрасывать на канал прямо с телефона. Поэтому такой вот режим онлайн, можно сказать. Я продолжаю вышивать своим способом по 5 рядов и отмечаю на схеме. Схема у меня уже потрёпаненькая, потому что я с ней работаю на диванчике. Там, где я сделала бэк, я отмечаю линиями. То есть, чтобы потом не запутаться, где у меня не было бэка, а где он был. И я отмечаю линии, что бэк уже сделан. Вот. Ну, и с этой стороны так же. И там тоже посередине. Показывать я особо сильно не хочу, потому что мало ли. Хотя, мне кажется, если показывают кусочки схемы, никто их передирать не будет, потому что, ну, это бессмысленно. А какая-то уже хоть маленькая реклама от девочек идёт. Хотя мне непонятно, почему нельзя показывать схемы. Мне кажется, с видео никто не будет передирать схемы. А пропаганда наборов какая-то всё равно в мир идёт. И кто-то видит, и кто-то купит. Я слово на «р» заменила словом «пропаганда», чтобы не произносить это слово в своём видео. Ой, эти изощрения. Ну, в общем, вот так вот поделилась тем, что у меня есть. И буду вышивать дальше. Да, ещё хочу сказать, что когда я вышивала глазки Иисусу, то сначала мне показалось, что они получаются слишком блеклые. Особенно вот левый глаз получался каким-то бледным. И я не могла понять, почему на превью так они смотрятся более-менее выразительно, а в моей работе нет. Но потом, когда я вышила все до одного крестика и сделала здесь одну рисочку бека, то всё стало на свои места. И глазки стали более выразительные. Вот так нужно показывать издалека. Работка у меня помятая ткань, потому что я вышиваю на пяльцах и тасую её туда-сюда. Но я думаю, это не страшно. Всё, теперь, кажется, всё сказала, что хотела, что вспомнила. И буду продолжать вышивать. Красивый получился нимб вокруг. Такой цвета вообще потрясающие. Такие тёплые. Красиво. Мне очень нравится такой эффект. Золото это, металлик. Очень красиво смотрится на вышивке. Особенно вчера вечером смотрела на свету. Ой, ну до чего красиво переливается. Такое чувство, что, ну я не знаю, что это не я вышивала, а как будто бы напечатано. Не знаю, как объяснить эффект. Всюду, отсюду. Такая картина получается. Картина. Картина. Продолжение следует...